Если случилось, хочу обговорить. Мы же прервёмся в самостоятельном паре. Кому надо прерваться, он уходит и прервается. Научиться. А на ужин прервёмся всё вместе. Коллеги, меня Сергей Николаевич Градюровский попросил ответить ему на вопрос, в чём заключается антология наследительности. Поэтому я, в общем, буду с ним вести диалог и отвечать на те вопросы, которые я поставил себе сам вчера, и которые поставили коллеги. Эпиграф у меня тоже будет. Это слова Георгия Петровича, которые я прочитал в материалах об игре. Он как-то сказал о том, что мы им говорим одно, они понимают другое, а делают третье. И это меня тоже проблематизирует. Рассказ о антологии наследиятельности я в этом году и в прошлом году, то есть начиная с февраля этого года, делал примерно 40 раз. Я находил людей, которые либо были заняты в больших проектах, либо мне казалось, что у них есть некая антология. И я пробовал их антологию на зуб, рассказывал нашу. И в этом смысле я, если вы посчитаете, делал это каждую неделю. И, в общем, считаю, что весь год об этом думал. И всё время достраивал ту схему, которую буду сейчас показывать. Ну, кроме тех 40 человек, которые у меня были за это время, ну, примерно каждую неделю, у меня ещё были какие-то большие аудитории, ну, примерно человек 100, наверное, в общем. И рассказывая им про антологию мыследиятельности, я пару месяцев назад понял, что невозможно рассказывать и показывать даже в языке схемы СНД, то, что я чувствую в этих схемах. И я понял, что важнейшим принципом антологии мыследиятельности, помимо того, что она изъясняется в схемах, является то, что она инсталируется в играх. То есть те процессы мышления, коммуникации и деятельности, которые мы можем видеть в схемах, ну, на самом деле и в жизни, другим людям невозможно рассказать в языке логики, в языке математики, в языке формул. Невозможно рассказать даже в языке схем. Их можно только почувствовать. И в этом месте я отдаю должное английскому слову СНС, который имеет значение. Значение, смысл и, с другой стороны, чувство. То есть, по сути дела, мы не всегда можем передать смысл сказанного словами. Необходимо чувствовать. И в этом, в принципе, феномен, наверное, первую очередь древнего человека, потому что первая схема, которую я знаю в системном наследительном подходе, это схема знаний. В этом сезоне у меня проблематизация по схеме знаний, потому что Петр Георгиевич говорит, что, ну, на самом деле, в схеме знаний, зашито схему коммуникации, и я, на самом деле, всегда тоже начинал с нее, и цехл лекции с нее начинается. И вопрос в том, что, собственно, мне, после того, как я про нее рассказываю, мне ее некуда всунуть в схему наследительности. А после того, как Петр Георгиевич сказал посмотреть на нее как на схему коммуникации, я, конечно, понимаю, что я понял, что, в общем, это и есть схема коммуникации, положенная наоборот. И я представляю в этой схеме либо маленького мальчика, либо древнего человека, который пришел в этот мир с чистым листом бумаги и видел вокруг себя окружающий мир и относит те объекты, которые он видит в своей жизни, с теми смыслами, которые он успел набрать. И я задаю себе вопрос, где тут вместо другого в схеме знания? Потому что, ну, речь идет, по сути дела, о неких предметных областях, о вещах, ну, в том числе и об объектах, помните, как мы обсуждали это на школе предметизации. И я вот на момент понимаю, что у него коммуникация идет с создателем. То есть создатель создал этот мир таким, ну, как бы объектным. И обнаруживая новый объект, то есть воду, как то, что мокрое, стул, как то, на чем сидят, ребенок или древний человек помещал это в свою рефлексию языковую этого мира, и поэтому древнему человеку было достаточно инсталлировать себе схему знания, ему было достаточно примерно 100-300 слов для коммуникации, и, в общем, ему, ну, там, один из древних протоязыков, там, прото-корней можно привести пример, я хотел это сделать, там, например, там такой слог есть, корень «су», то есть он в названии реки «цура», и, например, там, в корне слова «су». То есть то, что мокрое, ему было достаточно для того, чтобы отнести некий объект с тем, что, в общем, с тем смыслом, который у него сформировался. То есть я фиксирую, что первая, в общем, схема, это реально в истории человечества, это схема знания, и в этом месте я очень хочу сказать не просто о том, что схема наследеленности нарисована на истории человечества, а, в общем, хочу сказать еще сильнее, что человечество всю свою историю и прорисовывало эту схему наследеленности на первоначальном этапе, используя схему знаний вот таким образом. Значит, следующую схему, которую я обычно рисую, когда рассказываю о схеме наследеленности, это схема шага развития. Я хочу заметить, что первый раз я ее узнал не из лекций Петра Георгиевича, а примерно 10-12 лет назад, когда мне рассказывали про западную генеджеральную теорию, о том, что для того, чтобы что-то сделать, нужно представить ситуацию 1, ситуацию 2, но тогда это говорили о том, как S-IS ситуацию и ситуацию 2-B. И мне показалось это очень, эвристично, потому что я никогда не думал о своей работе, о том, о проектах, в том залоге, что нужно очень четко представлять, что мы хотим получить в конце, потому что Бог погружен в собственную деятельность, и для меня вот эта вот ситуация 2-B, она не всегда была четко понятна, почему я это делал. Я считаю, что на протяжении следующих тысячелетий древний человек жил, ну, такой, значит, жизнью, когда у него был только настоящий, то есть когда он жил только в схеме знания. И, как вы помните, тоже, мне кажется, греческий пантеон баков, он тоже про настоящее. И если мы говорим про восточные традиции, там тоже колесо сансары, образы в которые втянуты из настоящего. И самый, мне кажется, переходный этап, это когда мышление инсталлировало в себе образы другого мира. Другого мира, который дала антология Бог, и человек смог подумать о том, что на самом деле у него не только настоящее, настоящее, не ограниченное тем, что его завтра сожрут злые волки или убьют враги из соседнего племени, а о том, что есть что-то, что можно помыслить, как ситуацию-то убить. И в этом смысле принципом распространения вот этой схемы явилась, ну, схема шага развития, естественно, которая устанавливает возможность помыслить в будущее. Принципом распространения этой схемы уже явились не протоязыки и не жесты, то есть вообще люди раньше общались жестами. И коммуникация о будущем, которая строилась на основе веры, то есть люди в коммуникации смогли друг другу объяснить, что есть, во-первых, другой мир, можно помыслить другую реальность, которая нет здесь, ну и, по сути дела, это было первоначальное такое расширение мышления, которое повлияло в том числе и на деятельность человека и привело, в общем, дальше можно сделать сход к работам Петра Георгиевича о разделении труда. Значит, следующее, а может быть параллельная схема, которую осваивал человек, и мы тоже вот схему мы следеятельности осваиваем, это схема деятельности. Абсолютно качественная схема, говорящая о том, что есть исходный материал, есть конечный продукт, есть знания, уже оформленные вот здесь, вот в этом квадратике, есть способности, в том числе я отмечаю способность коммуникации, хотя речь идет о тех технологиях мышления, которые мы можем вообще все положительные способности, и средства, имея в виду инструментальные средства. Я думаю, что во время инсталляции и схемы в историческом контексте произошло, произошло как раз переход к возможности помыслить средства, орудия труда, возможность помыслить свои акты деятельности, ну и цель добыла, извините, цель, цель облагания, ну и по сути дела эксперимент, как принцип верификации полученного опыта. То есть мы здесь говорим о появлении вот таких прото-специализаций, можем говорить о появлении прото-наук, которые могли передаваться так же устным способом коммуникации, как и религии, и, я имею в виду, как вера, и как слова про объекты окружающего мира. Ну и соответственно, в деятельности стали появляться некие новые объекты, которые потребовали рефлексии над этим слоем. И здесь я, ну, я первый раз рассказываю эту схему таким образом, но всегда, когда я ввожу ак деятельности, я говорю о том, что а дальше кружок придумал организационно-техническую схему, которая позволяет посмотреть на свою деятельность из внешней позиции, то есть из рефлексивного слоя. Смотрите, у меня в рефлексивном слое находится как раз вот схема коммуникации. То есть я стрелку куда-то декорку притягиваю. Значит, что здесь происходит? То есть вот этот вот позиционер, который помыслил деятельностью, он сюда вышел и смотрит на эту деятельность со стороны. А дальше я рассказываю такую штуку, что в кружке понятие управления введено не в традиционной менеджеральной теории, как нам рассказывал на лекции Петр Георгиевич, когда управление рисуется средствами подчинения и отнесения там квадратиков одного к другому, как директор, там вместитель директора, два директора департамента и так далее. А управление рисуется как матрешечная схема, когда одна деятельность полностью умещает в себя другую. И здесь я, по сути дела, рассказываю про предпринимательство и говорю, что ситуации такие, значит, кто деятельность придумал, он вышел сюда в рефлексивный слой и, по сути дела, этой деятельностью управляет. Но представляете, говорю, какая штука, вот если здесь у нас в этой рефлексивной позиции, в этом рефлексивном слове над деятельностью есть еще позиция, которая осмысливает деятельность с позиции потребителя, то в принципе деятельность становится успешной. А если такой позиции нет, то потребитель, который не находится в составе совета директоров, который даже не работает в этом предприятии, полностью затем захватит эту деятельность, ну и, соответственно, будет так же, как с дисковыми телефонами, которые в один прекрасный момент все перестанут покупать. я в рефлексивном слове ввожу шесть позиций, но я думаю, что не нужно рассказывать какие, потому что это можно сделать отдельно, но в общем видно, что позиций по поводу деятельности достаточно много, и я называю это слоем, который управляет рисками над деятельностью. То есть, по сути дела, если те позиции, которые я ввожу обычно, сопровождают деятельность на протяжении некоторого времени, то это позволяет эту деятельность сохранять на протяжении нескольких лет, десятков лет, сотен лет, как мы видим на примере мировых религий, то и тысяч лет в некоторой степени. Значит, дальше возникает вопрос, а как эти позиционеры разговаривают между собой в этой схеме наследенности? Ну, здесь, вы знаете, есть еще этот слой. Слой чистого мышления. А есть более жирный по мази. Ну, про цель тоже можно немножко сказать. То есть, цель это обратная сторона проблемы. рефлексивная коммуникация в языке зафиксировала. Что мы, в общем, говорим «пепос», то, что положено вперед, то и пробел, то, что брошено вперед. Поэтому, иногда, когда меня студенты спрашивали о том, что можно поставить целью заработать деньги? Я говорил, ну, нет, потому что, в общем, собственно, во-первых, деньги – это средство, а во-вторых, цель должна быть такая, как в стихах Державина, как если бы поставить мету, чтобы счастье доставить свету. То есть, это вот мечта такая. Цель – мечта, которая работает на счастье людей, на самом деле. Но если это другая цель, то, в общем, от деятельности тогда не жизнеспособен. То есть, он не будет управляться, цель не будет разделяться все позиционеры, находящиеся в рефлексивном слове. Где-то мы 150 раз увидим на любом историческом примере. Здесь вот слой коммуникации, а здесь вот слой у нас чистого мышления. Вот сюда вот он ходит, потом сюда выходит, для того, чтобы договариваться друг с другом. Здесь такие ноутбуки у позиционеров. Называются ортогональные доски. Одна объектно-онкологическая, другая орггейтно-сношная. Ну, на одной доске по определению лежат объекты схваченные мышлением, ну, то есть, если здесь коллективы, то коллективным мышлением, если какой-то позиционер, позиция находится, то может индивидуальное мышление. Ну, это я трактую, конечно, это вы можете все проверить. Значит, думаю, что иногда вру, поэтому обязательно надо перечитать. Значит, а на петельсной доске лежит примерно такая схема, то есть, как она прорисована, зависит от тоже индивидуальных способностей либо коллектива, либо человека. Ну, если, значит, по объектно-онкологическим этим мониторам здесь более-менее все сходит, то можно возвращаться в совместную деятельность. У меня три слова еще. То есть, если эта деятельность управляется рисками достаточно прочно вот в этом слое, то эта деятельность вот так вот обрамливается смыслом, становится нормой, является эффективной, как мы узнали на этой школе, и воспроизводится в схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры и проявляется в конкретных ситуациях. Ну, как мы это рисуем обычно. Значит, если мы последнее замечание помыслим всю эту схему как ситуацию 1, то окажется, что это ситуация настоящего, которая лежит на схеме шага развития вот так вот в трехслойке, да? Ну, вы же помните, что я написал. Это схема мыслей деятельности. И, соответственно, если мы другую ситуацию помыслим в этой схеме как ситуацию 2, тоже на схеме шага развития, то мы поймем, что, в общем, три этих схемы находятся в неком временном промежутке, ну, в смысле, лежат на линии времени. И, соответственно, если эта схема у нас некачественно управляется вот в этом рефлексивном слое, а здесь мы хотим качественно управлять, то вот более устойчивая схема мыслей деятельности в будущем будет воспроизводиться в деятельности и, ну, нас интересует, прежде всего, воспроизводиться в деятельности. Таким образом, вот, эта схема является иллюстрацией того, как именно схема мыслей деятельности нарисована на истории, на времени. Ну, на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо. Ищенко, затем Федор Александров, затем Михаил Флямер, затем Герлианин Данилов, затем Денис Коваренко, Борис Маркович Астровский. Хочу сказать два тезиса. Один, первый. Сборочка по отношению к той работе в течение лет семи лет проводили. Их второй тезис это небольшие замечания к вопросу о наших претензиях на тотальность или нетотальность. Что касается первых. По результатам размышлений и дискуссии в течение этих семи лет хотелось бы выделить и обсудить момент, который обсуждала группа Володи Галенинград по поводу идеи разрыва. Конкретнее говоря, разрыва между сущими и должниками. Мир так устроен, что изначально содержит в себе определенные разрывы на разных уровнях, не позволяющие человеку достичь какого-то сверхгармоничного состояния, успокоиться, тем самым остановиться. Испокойно.